Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Будылева Дарья Александровна. Я педагог дополнительного образования школы номер 14-20, программа дополнительного образования, литература, подготовка к Олимпиадам. И сегодня мы с вами продолжаем изучать произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Сегодня поговорим об образе Николая Петровича Кирсанова. Николай Петрович Кирсанов – это отец Аркадия Кирсанова. Возраст Николая Петровича 44 года. О внешности в романе сказано следующее. Веселый, свежий, румяный. Он прихрамывал. Черты имел маленькие, приятные, но немного грустные. Небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы. Ходил на запыленном пальто деревенского типа и в клетчатых панталонах. И вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного. Вот такое вот описание. Мы с вами можем визуализировать образ, визуализировать картинку персонажа. Давайте теперь поговорим о его характере, о его основных чертах. Николай Петрович – это состоятельный дворянин и помещик. Вместе со своим братом Павлом Петровичем он владеет имением Марьино, в котором они живут вдвоем. У Николая Петровича и его брата прекрасные отношения, семейные отношения. При этом они отнюдь не похожи друг на друга по характеру. Николай Петрович закончил Петербургский университет, так же, как и сын в качестве кандидата. Как большинство дворян, молодой Николай Кирсанов собирался стать военным, но не смог этого сделать из-за своей хромоты. Из-за того, что военная карьера не удалась, Николай Петрович стал чиновником и служил в Министерстве императорского двора и уделу. Николай Петрович женился по любви на Марии Приполовенской, дочке чиновника. Он был очень счастлив в браке, однако его жена умерла спустя некоторое время и остался сын. На момент событий, описанных в романе, Никирсанов уже вдовец и один воспитывает своего любимого сына Аркадия или же Аркашу, как он его часто называет. Он безумно скучает по своей покойной жене и свою любовь, он как бы переложил на сына. Николай Петрович действительно хороший отец и, по словам Аркадия, он никогда ни в чем не ограничивал свободы. Старался дать хорошее образование, заботился и действительно старался, чтобы сын не чувствовал недостатка в любви, в какой-то семейной теплоте и, скажем так, не чувствовал недостатка в этом ощущении дома, ощущении какой-то домашности. Николай Петрович добрый, хороший, по словам Аркадия и брата Павла Петровича, золотой человек. Евгений Базаров также считает его славным человеком, добряком, божьей коровкой. В целом мы можем сделать вывод, что Николай Кирсанов мягкий, действительно добрый человек, но где-то слабый. Слабый в том плане, что он не любит конфликты, не любит отстаивать свою точку зрения. Он такой вот действительно очень такой мягкий, спокойный, несколько слабовольный, но тем не менее, безусловно, положительный персонаж. Он гостеприимен, поскольку с радостью принимает у себя в гостях друга своего сына Евгения Базарова и старается, чтобы всем было комфортно, всем хорошо жилось в его поместье. Мы можем также сделать далее логический вывод, что, безусловно, он робкий человек, и даже в обществе его считали трусишкой, и считают, в частности, в армию он не пошел, в том числе потому, что он боялся идти в армию, несмотря на то, что по тексту произведения он является генеральским сыном, но тем не менее, хромота плюс вот эти вот черты характера сподвигли его идти именно на гражданскую службу. Николай Петрович непрактичный человек, у него плохо получается вести хозяйство в имении. Судя по всему, крестьяне его обманывают и обворовывают из-за его доброты, из-за его вот этой вот лояльности, из-за мягкости его характера. Николай Петрович при всем этом долюбивый человек, ну, охотно ленится, если есть возможность. Он домосед, провел свою жизнь в глуши и боится людского общества. То есть, где-то он смущается, где-то немножко зажимается в людском обществе, действительно, он уже привык к такой деревенской идиллии. Николай Петрович жизнерадостный человек, неунывающий, при этом иногда меланхоличен. У него порой наворачиваются беспричины слезы, однако они в основном либо же от такого какого-то, знаете, восхищения природой чем-то, либо же от переизбытка чувств, но меланхолия определенная им действительно присутствует. По мнению Базарова, очень четкую характеристику ему дает, Николай Петрович Кирсанов – романтик. Он любит мечтать, деревенская жизнь развела в нем эту способность. Любит читать, любит поэзию, особенно стихи Пушкина. Он знает французский, немецкий, играет на фортепиано и виланчеле, поет, очень любит природу, эта черта достается его сыну Аркадию. В целом, действительно, мы можем сказать, что Евгений Базаров прав, и Аркадий Кирсанов, прошу прощения, Николай Кирсанов, да и Аркадий Кирсанов, его сын, безусловно, романтики. Но Николай Петрович Кирсанов в большей степени, чем Аркадий. Все-таки Аркадий – это представитель такого молодого поколения, хорошего, скажем так, вдохновленного, дворянского. Мы сейчас все-таки не опираемся на мнение Ивана Сергеевича Тургенева, мы опираемся на свое мнение, как на мнение читателя, что мы можем сделать, какой вывод. Но, тем не менее, все-таки Николай Петрович – это действительно уже прошлое поколение, и Аркадий, хотя он, безусловно, похож на своего отца, это такой представитель уже более рационального, более такого прагматичного поколения, несмотря на всю его восторженность, любовь к природе и так далее. Николай Петрович, да, это типичный такой романтик. После смерти жены, как мы уже сказали, он долго грустит, остался один с сыном и долго не мог прийти в себя. Спустя 10 лет после этого он встречает крестьянку Фенечку, у них завязываются близкие отношения. В начале романа мы видим, что у Фенечки и Николая Петровича рождается сын Митя. Николай Петрович живет вместе с Фенечкой, но при этом не решается жениться на ней, так как боится рассердить этим своего брата и обидеть сына. В конце романа, однако, Павел Петрович, брат, просит Николая Петрович узаконить эти неофициальные отношения с Фенечкой, и, получив одобрение брата, Николай Петрович тут же женится на ней, и их свадьба происходит в один день со свадьбой Аркадия и Кати Локтевой. Ну, действительно, вот такой вот, выражаясь современным языком, хэппи-энд относительно семьи Кирсановых. Действительно, образ Николая Петровича, хотя это образ вроде бы предыдущего поколения, и, по мнению Ивана Сергеевича Тургенева, это, скажем так, плохие сливки общества, плохие в том смысле, что они несколько такие какие-то амебные, немножко чем-то нам напоминают, чуть-чуть, но напоминают обломово. Но полностью мы не можем с этим согласиться, всё-таки, безусловно, скорее, скорее Николай Петрович Кирсанов, это такой образ, знаете, добряка, человека, очень любящего природу, типичный деревенский помещик, который не хочет причинять зла другим людям, и вот хочет прожить жизнь спокойно, мирно, вот в этой деревенской глуши, не погружаясь вот в эту светскую суету. На этом мы с вами заканчиваем рассмотрение образа Николая Петровича Кирсанова. В следующий раз поговорим о его брате Павле Петровиче Кирсанове. На этом спасибо за внимание и удачи!